Привет, друзья! В Китае Новый год, привычный для нас с 31 декабря на 1 января, не празднуют. И поэтому мы сами создадим себе новогоднее настроение, ведь до Нового года осталось совсем немного времени. Мы живем в Китае второй год. И за вторую зиму мы первый раз видим снег. Наконец-то пошел снег! И мы поняли, что именно сегодня нужно создавать новогоднее настроение. Присоединяйтесь к нам, будет весело, и будем вместе праздновать Новый год! Ура! И, конечно же, когда мы увидели за окном снег, мы одели все свои самые теплые вещи и пошли гулять. Так и гуляли до самого вечера. Погода хоть и холодная, но такая чудесная. Настроение просто супер! Субтитры подогнал «Симон»! Украшение дома занимает отдельное место в сердце. Душевный вечер и такая приятная атмосфера. На фоне играет любимая новогодняя музыка, а наш плейлист вы можете найти в описании к видео. Кстати, все украшения обошлись нам по очень приятным ценам, потому что мы использовали самый распространенный в Китае сайт покупок Таобао. Заказали гирлянду, которая просто потрясающе вписалась в нашу комнату, а стоимость ее всего 32 юаня. Также мы заказали подвесные картинки с елочками и Санта-Клаусами по приятной цене 3 юаня. А все остальные украшения остались еще с прошлого года. Это был набор с небольшой елкой, игрушками и гирляндой. Стоимость тоже около 30 юаней. В комнате много места не занимает, а новогоднее настроение обеспечено. 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 Ребята, в общем, мы подумали, какой же Новый год без зимних развлечений. Например, катание на коньках. Хоть и не типично для Китая, но мы решили попробовать. Нашли на карте единственный каток в нашем городе, приехали сюда и... И первый вопрос был, что? Линолеум? Как на нем кататься? И оказалось, сзади меня не коньки, а ролики. Но не будем отчаиваться. А попробуем прокатиться. Да, ну я, если честно, ни разу на роликах не каталась. Они здесь, кстати, двойные для большей устойчивости. Ну и отлично, тогда пробуем. Людей здесь вообще нет. Сразу видно, нетипичное развлечение для китайцев. А для поднятия новогоднего настроения, мы решили сделать себе глинтвейн по советам многих. Да, мы его никогда не варили сами, поэтому почитали в интернете все рецепты, выбрали что-то для себя и пошли за всеми ингридентами в магазин. Кстати, глинтвейн будет безалкогольный. Соки лучше выбирать импортные, потому что китайские соки, они не очень хорошего качества. Средняя цена здесь 13 юаней. 18-25. Нам нужен виноградный, поэтому мы остановим выбор вот на этой бутылочке. 13 юаней она стоит. Фрукты здесь продаются на развес, как и в любом другом супермаркете. А нам нужно одно яблоко, один апельсин и один лимон. Не забыть про корень имбиря. Такого маленького нам будет вполне достаточно. А теперь осталось самое сложное. Найти необходимые приправы. Здесь огромное количество разных-разных пакетиков приправ, соусов и прочего-прочего. Да, нам помогает фотопереводчик. И здесь в составе, да, действительно есть корица, кардамон, бадьян. В общем, все то, что нам нужно. Так что берем. А стоит это чудо 4,50 юаней. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И, конечно, не обошлось без теплых, душевных и уютных вечеров за просмотром новогодних кинофильмов. Своей подборкой фильмов мы делимся с вами в описании к этому ролику. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так мы готовимся к Новому году. Присоединяйтесь к нам и пишите в комментариях, что вы делаете и как создаете себе новогоднее настроение. Спасибо вам большое за просмотр, а про китайский Новый год мы вам расскажем ближе к празднику. А сейчас мы хотим пожелать вам в этом Новом году побольше добра, теплоты и, конечно же, здоровья. Пусть все ваши мечты в Новом году сбываются. Мечтайте больше! Почаще обнимайте своих родных и близких, не забывайте верить в чудеса. Обменивайтесь друг с другом пожеланиями и поздравлениями в комментариях. И не забудьте поставить свой предновогодний лайк. И обязательно подписывайтесь на наш канал, нам это очень приятно. С наступающим Новым годом!